Повышение безопасности дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий и травматизма в числе основных задач национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Для их решения предусмотрены разные виды работ на объектах дорожной инфраструктуры, в том числе обновление покрытия проезжей части, люков инженерных коммуникаций, технических средств организации движения, в частности, разметки. В Самаре ее нанесение продолжается на автомобильных дорогах местного значения. В ночь на 28 мая работы велись на 9-й просеке, где проезжую часть отремонтировали в этом сезоне благодаря средствам нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Здесь специалисты нанесли уже 80% разметки. Осталось потрудиться на пешеходных переходах и локациях, где требуется разметка дети. Ее сделают вручную. Это первая дорога, которая принята после ремонта, на которой мы нанесли разметку. Дальше, по мере выхода дорог из ремонта БКД, также мы будем выходить и наносить. Напомним, что перед стартом летней оздоровительной кампании, кроме 9-й просеки, в Кировском районе охватили ремонтом еще шесть соседних улиц. Они ведут к детским лагерям – Волжский Артек, Полет, Юность, Политехник. По этим дорогам можно добраться и до санатория в Самарский, а также Можайский. По дорогам, проходящим через жилые массивы и зеленые зоны, горожане, включая персонал учреждений, пациентов, санаториев, родителей, которые повезут своих детей в лагеря, смогут более комфортно добраться до пунктов назначения. Для устройства нового покрытия проезжих частей предусмотрели использование высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Это смесь МА-16 на полимерно-битумном вяжущем. На отдельных локациях сначала потребовалось укрепить основание, потерявшее несущую способность. Вровень с новым дорожным полотном теперь и люки колодцев. Их также отремонтировали и подняли на проектные высотные отметки. Совокупная площадь работ составляет около 38 тысяч квадратных метров. Общая протяженность дорог – более 4 километров. В настоящее время обновление вступило в завершающую стадию. Как только дорога после ремонта готова и принята, финальный штрих нанесения разметки. При этом движение не перекрывается. На девятой просеке задействовали две бригады и четыре машины, включая два разметочных комплекса. Сначала, применяя дорожную краску, рабочие делают предварительную разметку. Краска недолговечна, и в течение одной-двух недель автомобильными шинами остатки стираются с покрытия. Но на первом этапе такие метки необходимы. Ориентируясь на них, в том числе по монитору, установленному в кабине спецмашины, выполняется нанесение финальной разметки. При выполнении этих работ приоритет отдается современным материалам термопластику. Нанесенные линии засыхают за 3-4 минуты. Варится в котлах при температуре 200 градусов и наносится тоже при температуре 200 градусов. А сверху стеклошарики посыпать, чтобы было светоотражение. Термопластик с одного емкости, стеклошарики с другой емкости поступают. Благодаря стеклошарикам, обеспечивающим светоотражающий эффект, повышается безопасность дорожного движения. Это особенно важно поздним вечером или в ночное время суток. Впрочем, и разметочные работы ведутся преимущественно в ночное время, чтобы днем не мешать автомобилистам. К тому же по ночам, когда нет интенсивного трафика, работы производятся более оперативно. Гарантия на разметку, выполненную термопластиком, составляет 12 месяцев. В рамках гарантийных обязательств ее уже восстановили на дорогах, отремонтированных в прошлые годы, в том числе в рамках реализации профильного нацпроекта. Среди таких объектов улицы Гагарина, Авроры, Волжские проспекты и другие. В дальнейшем на всех дорогах, где профильным городским департаментом будут приняты ремонтные работы, появится и новая разметка, качество и объемы работ на постоянном контроле. Оценивается геометрия соответствия нанесенных линий нормативом, контролируется адгезией материала и толщина слоя разметки. Для исследований осуществляется так называемая вырубка нанесенного материала. На отдельных локациях он срезается фрагментарно. После этого подрядчик восстанавливает первоначальный вид разметки. Как правило, это делается вручную. Светлана Кудрявцева, Елизавета Прокопенкова, Николай Епифанов. События.